Армения Арарат Мирзаян Арарат Мирзаян Арарат Мирзаян к которому Ереван, как правило, прибегает в присутствии иностранной публики. Армянский министр счел необходимым пожаловаться гостю из Ирана на так называемую насильственную депортацию армянского населения из Карабаха. Попутно Мирзаян обвинил Азербайджан в ксенофобской и агрессивной риторике, выразив надежду, что Баку все же встанет на конструктивный путь. Начнем с набившей оскомину армянской байки о насильственной депортации. Настырное применение подобных формулировок Армении это один из наиболее очевидных симптомов политического бесстыдства Еревана. Международное сообщество, за исключением разве что Франции, давно зафиксировало, что никаких неправомерных действий в отношении армян Карабаха Азербайджан не предпринимал. Кстати, Франция как раз таки является тем самым классическим исключением, что лишь подтверждает правило. Не было не только какого-либо насилия, но и депортации как таковой. Никто армян из Карабаха не гнал. Их решение перебраться в Армению продиктовано соображениями, не имеющими ни малейшего отношения к политике Баку. К последней имеет прямое отношение только тот факт, что Азербайджан призывал армян остаться и жить в качестве полноправных граждан страны. Отрицать этот факт значит преднамеренно пытаться исказить реальность. Именно этим по-прежнему занимается Армения, попутно разглагольствуя о своих мирных устремлениях. Из той же серии и обвинения в ксенофобской риторике, которую якобы использует Баку. Прекрасно известно, что именно имеет в виду Мирзаян, адресуя властям Азербайджана эту абсурдную претензию. Разжиганием этнической ненависти в Ереване считают абсолютно справедливые требования Баку о восстановлении прав западных азербайджанцев. Тех самых, что в отличие от карабахских армян являются реальными жертвами этнической чистки и насильственной депортации. Вопрос их возвращения в свои дома в Армении представляет особую важность для Азербайджана, поскольку речь идет о восстановлении исторической справедливости. Нужно обладать максимально искаженным мироощущением, чтобы углядеть ксенофобию в стремлении восстановить справедливость. Армения продолжает доказывать, что обладает им в избытке. Симптоматично, что армянские власти не приводят ни одной объективной причины, которая, по их мнению, лишает азербайджанцев права на возвращение к родным очагам. Что неудивительно, поскольку таких причин не может быть по определению. Подозрения в скрытой угрозе территориальной целостности Армении, которую якобы содержит проблематика западных азербайджанцев, безосновательны. Баку на самом высоком уровне заявляет об отсутствии территориальных амбиций в отношении республики Армения. Суть требований Азербайджана абсолютно прозрачна и не имеет никаких подводных камней. Она заключается в том, что незаконно выселенным людям должна быть предоставлена возможность вернуться на земли, где они проживали испокон веков. Какая тут может быть связь с покусительством на целостность нынешней Армении? Как отметил недавно президент Азербайджана, если бы у Баку были планы по аннексии территории Армении, то они уже были бы реализованы. И в конце концов Азербайджан при желании может усмотреть угрозу целостности собственных территорий в контексте вопроса о возвращении армян в Карабах. Но дело в том, что у Азербайджана нет такого желания, поскольку политическое юродство – это не его профиль. Чей именно мы, к сожалению, наблюдаем по сей день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Корректор А.Кулакова